играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкист всем привет с вами серёга с вами эндомита все и нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня у нас на обзоре тяжелый тяжелый танк 8 уровня проходной ветки проходной танк амх 50 100 франция красавчик казалось бы до тяжелый смотрите тяжелый танк поддержки запомните эти это предложение до особенно тяжелые особенно поддержки будем разбираться почему его там так сама картошка называет сейчас все выясним я на этом танке достаточно много наиграл 295 боев у меня три отметки на этом танке и сразу скажу самое важное что эти три отметки я брал черти когда много-много лет назад да и недавно сел на нем чуть-чуть покатал и честно говоря я в шоке вот а почему шоке давайте разбираться сначала пойдем посмотрим бронирование mx 50 100 погнали так вот наш а mx 50 100 быстро смотрим броню сейчас поймете почему быстро броню этого тяжелого танк нлд у нас от миллиметров приведенки там в районе 110 влд у нас 90 миллиметров бронеплита в приведенки от 130 до 144 щеки над гусеничные полки 60 миллиметров от 140 и ближе к краям пишет рикошет 145 миллиметров здесь у нас чуть-чуть вот тогда вот типа рикошет ну хороший угол наклона но поверьте мне рикошета других танков здесь не будет вас будут в эти на гусеничные полки ну будут иногда снаряды летать но это скорее исключение теперь по самому по башню вот значит маска орудия у нас 122 по бокам 200 круто ух ух брони 315 вот в этой части да тут в края и саму стрелять но это на самом деле самое вот крепкое место на этом танке все вот эти вот места 325 все дальше у нас 90 190 200 177 здесь у нас 112 вот есть еще у такие уж и у нас да уж и у нас есть и там они крепкие 242 аж целых вот есть лючок а 90 миллиметров при емке 160 190 боковая броня смотрим 30 миллиметров вот 35 над гусеничной полкой танковать он абсолютно ничего не может проект сразу забыли тяжелый танк не может танковать от борта никого вообще не из трешек не тяжелых танк и получать что у нас дырявый нлд дырявый лд иногда рикошетят щеки над гусеничных полок иногда не пробивается в маску вот в этой частях все остальное нахрен насквозь пробивается все брони нет и так ребята броня у нас есть в маске вот здесь к этим скосом ближе да вот в этих щеках есть вот в этих щеках и иногда рикошетит над гусеничными полками танковать от борта не может и это тяжелый танк броню вы видели это скорее всего ну про не назвать забудьте слова тяжелый он оказался мне кажется случайно в этой ветке тяжелых танков по броне это скорее все-таки средний так тяжелым прям язык не поворачивается его называть теперь дальше идем смотрим основные модули а нам предлагается три пушки первая пушка аж седьмого левел у нас 6 снарядов 240 альфа пробитие основным снарядом 170 голдой 248 я вам сразу скажу если вы зайдете на этот танк без свободного опыта сейчас современным рендами это будет значит что вы вообще никого на хрен пробивать не будете если будете играть только на ббх никого ничего и никак только на голде то есть эта пушка реально голда зависит а почему свободный опыт нужно чтобы сесть сразу на топовую пушку смотрим следующие восьмого уровня пробитие 212 259 уже на голде кстати да как для восьмого уровня 260 почти это уже нормально здесь уже неплохой разброс у нас 036 но принципе здесь 036 не 038 все таки вот время полной перезарядки 35 секунд здесь тоже 35 вот время перезарядки между выстрелами одинаково почти три секунды а у вас в барабане 6 чтобы вам выдать выдать весь свой барабан сколько вам нужно правильно 6 умножаем ну практически на 3 минус чуть-чуть до 16 17 секунд вам нужно чтобы отдать барабан жесть ну жесть реально вот время сведения кстати три секунды превышает кд между выстрелами и это важно это надо помнить ну и топовая пушка у нас 300 альфа 300 232 пробитие основным голдой 263 вот снарядов те же 6 273 время перезарядки между выстрелами вот время полный перезарядки барабана 50 почти минуту почти минуту вы будете кд и это нужно учитывать при отыгрыше в той или иной ситуации почти минуту 50 секунд 036 точность лучше чем на предыдущих двух ушках вот время сведения те же три секунды на стойке общий дпм 1700 вот значит это полностью голодозависимую пушку свободный опыт нужен чтобы хотя бы сесть вот на это потому что ну хотя бы 212 основными пробития сами понимаете если у вас мало серебра то играть на первой стоковой пушке это полная беда вот касаемо башни она здесь одна другой нам не дано касаемо рации 400 дальность связи на стойке и 750 на только в два раза рация нужна этому танку обязательно может быть не в первых рядах модулей а мы часами очередность обсудим но нужно по поводу двигателей 6 уровня в 575 лошадей против топового 9 850 ну вот когда вы будете играть на стоковом двигателе вы будете у вас будет ощущение что вы играете на пт сау штурмовой типа т110 е3 и подобный он вообще просто настолько вам не едет от слова совсем поэтому обязательно идем к топовому двигателю по ходовой у нас скорость поворота 30 здесь у нас скорость поворота 32 небольшая разница но этой тачке тоже нужно топовая ходовая теперь по очередности что качаем куда первым первым делом нам нужно хотя бы вот эта пушка хотя бы изучаем ее дальше мы изучаем топовый двигатель после топового двигателя мы изучаем ходовую и только после ходовой без нее вы не сможете поставить топовую пушку кстати говоря о очередность такая по полевой модернизации я ее не качал поэтому вместе с вами смотрим и думает да а что нам куда чего нужно так открываем мобильный смотрим 2 блок понятно скорость ходовой поворота тэрэ пэрэ сохранение набранной скорости во время пересечения всех типов местности и прочее прочего для этого танка я задумался что лучше вообще нужно ли четко часть наверное нужно важный момент поскольку мы картон и нам не желательно вставать на гусли и все такое то лучше лучше все-таки скачать здесь мне кажется во втором облегченную ходовую хотя и позиции нам нужно занимать на барабане но поскольку мы долго заряжаемся у нас на это время всегда будет поэтому качаем облегченную ходовую четвертом блоке а тут момент очень такой важный открываем огневую мощь мы помним что у нас к д между выстрелами 273 вот вот она 273 время сведения 264 то есть соответствует времени к д между поэтому мы можем себе позволить качнуть то есть у нас время сведения соответствует времени к д между выстрелами то есть это нормально поэтому четвертом блоке лучше качать отстройку пролакса минус 3 от размера круга сведения то есть улучшим конечную точность нашей пушки потеряем чуть-чуть скорость сведения но она как раз выровняется из встанет под 273 пример то есть будет соответствовать вы всегда будете стрелять прямо прям четко полностью сведен в пятом блоке в пятом блоке лучше всего качать от времени оглушения к обзору да ну мы тяжелый танк бум отыгрывать скорее всего на фланге тяжелого танка поют лучше качать звукоизоляцию это касаемо полевой модернизации и основных модулей теперь по оборудованию вот на этом оборудовании мне бы наиболее пока зашел ты так в основной слот ставим вентиль ставим усиленные привод наводки и ставим стабилизатор вертикальной наводки я еще инструкцию поставил на став то есть максимально все собираем на точность и удобство стрельбы плюс стабилизацию вот вот а касаемо снарядов у нас основной здесь ббх летит косарь не очень уж и быстро до косой но все-таки пробить и 232 и это вот танк восьмого уровня проходной не прием да а у нас есть премы такие как и 6 такие как красный gfk где пробитие меньше 200 до у нас аж 232 скорость полета голды здесь под кол 1250 и вот это уже комфортные снаряды чтобы стрелять по движущей цели фугаса я считаю на этой тачке не нужны мы про них даже говорить не будем по снаряжению здесь стандартный комплект ремка аптечка огнетуш он тоже горит этот танчик вот там но я поставил до паек чтобы максимально раскачать возможности этой машины до экипаж стандартный стандартный экипаж 4 члены экипажа первым перком командиру лампу всем остальным ремонт вторым перком боевое братство далее качайте как показано в таблице вот поставили такое оборудование до поставить до паек экипаж у нас на сто процентов не выучит аж я не стал перекачивать я его пересадил cmx 50b и голду тратить час я отыгрывал пробовал катал с такими экипажем на сто процентов не переобучена но с нормальным количеством перку чего же я достиг здесь сдох пайком до пушечка кстати склоняется минус девять но мы вспоминаем нашу броню до у башни и мы понимаем что где-то отыгрывать от башки от увы нам совсем не получится здесь стиль игры то принципиально другой да и увн здесь нам ну дает удобство там не полностью всем корпусом выезжать где-то в кустике но не воочию светясь вот заряжается у нас полная перезарядка 47 секунд время сведения 264 до разброс 035 общий дпм почти 1800 по хп у нас 1400 такой средний показатель по мобильности 51 вперед 20 назад то есть эти показатели неплохие на топовом двигателе до почти 17 лошадей на тонну то есть принципе передвигается он нормально никакая турбина здесь ему не нужна потому что у нас все-таки барабан и нам надо на этом танке все делать на орудии плясать вокруг орудия подвижность у него приемлемой на топовом двигателе вот по обзору 428 метров ну такое сойдет назовем и так мое мнение по этой машине следующее не каждому это танк зайдет когда вы будете проходить ветку до амx 50b топовые десятка амx 50 100 вы будете потеть невероятно в современном рынке и реализовать сейчас современным брендами этот барабан достаточно неплохим пробитием честно говоря снаряды туда очень сложно из-за долгого кд между выстрелами это один из важных параметров для этого танк то есть у вас шесть снарядов но между снарядами почти три секунды время выстрела между снарядами когда жуть как долго это первый момент который убивает возможности этой машины современным брендами и второй момент это конечно его бронирование вы на нем при размене а на этом танке в первую очередь надо играть вот отметочки то мы брали до размениваясь то есть если вы видите возможность отдать какому-то одному танку весь фулл барабан и вероятно даже со все пробьете вы его заберете все-таки у нас альфа-то альфа у нас позволяет это сделать какой-то тяжелый танк в ноль соло разобрать и сам все зайдут снаряды до тычик сколько вы примите в ответ ну смотря какой танк врага да вы будете разряжать барабан 16 пример и соответственно вопрос сколько противника будет напротив и сколько вам за вашу разрядку напихать успеет поэтому на этом танке мега сложно играть современ дрэдами еще потому что очень появилось много имбовых танков до у которых добавили броню которым добавили бронепробитие и альфу и на этом танке короче проще говоря было удобно играть раньше два года назад три года назад а сейчас это просто сумасшедший под чтобы реализовать этот барабан поэтому и сейчас на нем не обязательно на этом танке играть сугубо на фланге тяжелых танков где-то прям мега потные мега сложно вероятно можно поддерживать группу стэшек подвижность есть есть у военный есть есть пробитие хорошие есть альфы до фига в барабане 6 пули может быть играйте на флангах ст предлагаю уже отправляться в бой пощупать подергать за рычаги на этом танке и доказать вам как это сложно реализовывать барабан на этом агрегате современными сейчас погнали так аймэс 50 100 обзор где нам лучше на этой карте отыгрывать честно говоря мы попали девяткам и десяткам по хорошему нужно ехать на тяжелый фланг и ловить момент чтобы грамотно отдать барабан на центре мы это не сделаем на пт позиции ну фиг его знает с тяжами будет тяжеловато это сто процентов будет весело но будем пытаться все-таки это делает там попробуем сейчас сделать один хитрик может удастся за облой поедем а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...